Приветствую вас. Существуют два аспекта вашей проблемы. На мой взгляд, можно вашу реакцию, ну, точнее, ваши переживания, ваши эмоции объяснить с точки зрения двух подходов. Поскольку смущение у вас появилось после интимной близости, как я понял, хотя вы пишете просто, почему после первой и пока единственной с этим партнером близости возникает скованность и стеснение, смущение. Слово «Интимное» вы не написали «Интимная близость», но, тем не менее, тут, я думаю, селся совершенно очевидно. Значит, соответственно, я понимаю, что «Интимная близость» была у вас первой. Правда, вы говорите слово «возникает». Тут было бы уместнее слово «возникло», но вы говорите «возникает». И, ну, соответственно, до интимной близости у вас было все хорошо с молодым человеком. И после того, как, собственно, она у вас произошла, вы начали испытывать определенный негатив, то есть стеснение. Ну, во-первых, с чего хочется начать отдельно, это в том, что вы сами, являясь неопытным партнером в сексе, скорее всего, возможно, как-то вот считаете, что вы совершили, может быть, что-то не очень, не очень хорошее, то есть вы считаете секс чем-то таким очень интимным, надвратным, может быть, близким, то есть, вот само ваше отношение к сексу. Понимаете, из того, как вы относитесь к сексу сами, к себе, что есть для вас секс, вытекает и то, как вы относитесь к себе, к, там, значит, мужчине, к тому, что вы делаете и так далее. Это на самом деле очень-очень важно, вот то, что я вам говорю. Соответственно, если сам секс у вас первый, и это в нашем случае, ну, как бы, очевидно, то нет ничего удивительного в том, что вы не очень, ну, не очень, как бы, обычно воспринимаете то, что с вами сейчас произошло. Вообще, было бы странно, если бы вы секс воспринимали бы как-то по-другому. Так обычно и бывает, что после первой интимной близости кажется, что совершил что-то такое развратное, что-то такое слишком близко, слишком, вот, слишком сильно, можно сказать, доверился, может быть, партнеру и так далее. То есть смущение ваше в данном случае – это то, что для вас значит секс, как с точки зрения физиологической, так и с точки зрения и духовной. И в зависимости от этого вы и определяете свою реакцию. У вас может быть ощущение, что вы молодому человеку, своему молодому человеку дали что-то важное, что-то ценность, это самое, самое своё, своё загровенное. И боитесь теперь, что он не оценит, не оценит то, что вы ему дали. Вполне вероятно, что после самого секса, после самого секса, вы думали, что его отношение к вам, оно будет другим. После самого секса вы думали, что он станет относиться к вам как-то вообще иначе, как-то вообще по-другому, как-то станет ближе к вам, может быть, и так далее. И возможно, вы сейчас испытываете в некоторой степени разочарование относительно того, что произошло. То есть, чекованность, это связано вероятно ещё и с тем, что вы получили то, чего не совсем ожидали. То есть, вы ожидали другого. От, ну, от, скажем так, последствий. От последствий вашей интимной близости. И молодого человека сейчас вы немножечко действительно смущаетесь, потому что, с одной стороны, вам может казаться, что он увидел вас с другой позиции, он увидел вас с другой, ну, с другого ракурса, он увидел вас в непривычном амплуа, возможно, и это вас беспокоит. Вы думаете, а, например, не разочаруется ли он в вас, не разочаруетесь ли вы в нём. То есть, для вас это, вообще говоря, ну, такое вот новое, необычное явление в интимных отношениях. То есть, это, то, что вы переживаете, постараться в этих отношениях нормально. Я думаю, что будет здорово, если вы, ну, как-то с молодым человеком всё-таки поговорите и обсудите с ним этот момент. То есть, собственно говоря, в том, что, с одной стороны, есть физиологический аспект, и этот аспект связан с тем, что вы, ну, как вы относитесь к сексу как к каковому, и это аспект духовный. Духовный аспект связан с тем, что вы, возможно, ожидали от того, что произошло несколько большего, этого не произошло, и теперь вам кажется, а вдруг, 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 вдруг вы наобратно сделали это, вдруг вы ошиблись, вдруг вам не нужно было этого делать, вдруг вы поспешили, например, и так далее. Это вполне может быть. Ну, вот такая реакция вполне может быть. И я думаю, что если с молодым человеком у вас будет всё нормально, если вы с ним будете разговаривать, если вы с ним будете продолжать общаться, то это ощущение, это эмоциональная составляющая, она вас отпустит со временем. То есть вы поймёте, что, во-первых, ничего плохого вы не сделали, вы поймёте, что ничего дурного вы тоже не завершили, что всё нормально, это хорошо, и это прекрасно то, что вы сделали, вне зависимости от того, будет ли у вас что-то в дальнейшем с ним или нет. То есть скованность и истязнение связаны с тем, что вы не привыкли к роли, к своей роли сексуального партнёра. То есть после того, что было ночью, вам сложно воспринимать себя в привычном амплуа, в привычном роли, в привычном, ну, привычном взгляде. На себя у вас поменялся. И из-за этого вы и чувствуете стеснение. То есть это не принятие себя самой. Но в данном случае это неприятие себя самой, оно нормально. То есть если вы, как бы, ну, по характеристикам человек достаточно такой скромный, достаточно тяжело пускаете в свою личную жизнь людей, достаточно тяжело сближаетесь с ними, то ваша реакция, она совершенно естественная и нормальная. Пройдёт время, вы научитесь, вы сможете воспринимать себя в разных ролях, и тогда у вас не будет, как бы, конфликта этих ролей. То есть чтобы вы поняли правильно, вам сложно сопоставить себя с ролью сексуального партнёра и с привычной ролью, которую вы выполняете сейчас и которую вы выполняли до этого. Ну, просто ваше сознание расширилось на то, чтобы адаптироваться к этому нужно время. Если вы боитесь, что молодой человек не оценит того, что вы сделали, если вы боитесь, что молодой человек, собственно говоря, ну я так думаю, что есть у вас такие сомнения. Если вы думаете, что молодой человек как-то не оценит того, что вы сделали, то в первую очередь нужно думать не о том, что оценит или не оценит молодой человек, а о том, что вы хотели это сделать для себя. То есть вы это сделали, потому что вам этого хотелось. С более, что секс был не случайно, как вы говорите. То есть вы к этому были готовы. И вне зависимости от реакции родного человека, вы сделали то, что вам хотелось и это здорово. Если бы вы подавили это желание и не сделали, то было бы, кажется, хуже, вы бы думали, мучились, мучились, а как бы что, если бы я всё-таки решил и так далее. Сейчас вы решились, и это на самом деле очень здорово. То есть понимаете, важно определить, чего вы боитесь, если есть такой страх. То есть вы боитесь того, что молодой человек перестанет проявлять сам интерес, например, вы боитесь, что между вами ничего не изменится, например, что всё будет так. Но вы понимаете, в чём дело? Если мужчина не оценит то, что вы сделали, если для него это не будет иметь значение, за что нам заносится к вам не так хорошо, как вы думали. И вины вашей нет в этом. И вот то, что вы пишете, что ночь прошла замечательно, ведь это его отношение не отменяет факта того, что ночь прошла замечательно, но это и здорово, это и прекрасно. Не нужно просто сейчас требовать от молодого человека чего-то такого, чего он не мог бы вам дать. Я думаю, что нужно напротив вести себя с ним именно так, как вы себя чувствуете, то есть быть естественным. И разговаривать с ним обо всём, что вас волнует, обо всём, что вас беспокоит. Сейчас, да и вообще всегда, особенно в интимной близости, очень важен диалог, очень важен обмен переживаниями. Поэтому тоже можно определить, насколько молодой человек ценит вас, насколько он дорожит вам. То есть вот такое раскрытие того, что вы ощущаете именно скованность и стеснение. Я думаю, что это неприятие себя. Это отсутствие адаптации к новой роли и, собственно, ощущение того, что вы вышли из своего привычного образа, вы заглянули того, вы заглянули туда и в сторону того, чего вы, может быть, стыдились. Может быть, вы подтвердили, что через мент назад скрылись человеку. Но вам нужно понимать, что раскрытие человеку, ну вообще любое раскрытие подобного рода, оно будет всегда, это всегда вид. Никогда не бывает так, что на 100% определено, как пойдут отношения. И надеяться на то, что вы могли как-то сделать более вероятным, благоприятное развитие ваших отношений, тоже на самом деле не стоило. Не стоит, потому что нельзя этого сделать. Если говорить о мнении коллеги. Она вам сказала, что вы не уверены в себе. Она вам сказала, что, значит, Ваша скошенность, стеснение, смущение – это показатель низкой самооценки, неуверенного поведения и страха, например, не соответствовать сексуальным ожиданиям или требованиям сексуального партнера. Я вот, если честно, не думал, что у вас здесь Не думаю, что у вас здесь страх не соответствует сексуальным ожиданиям или требованиям партнерам, Потому что вы сказали, что ночь прошла замечательно, значит, В самой ночи вы уверены, У вас именно после, так сказать, личной близости Разникло подобное ощущение. Я думаю, что связано оно именно с тем, что я говорил. Ну и, соответственно, если это неприятие себя, То здесь не нужно ничего делать. Просто дайте себе время. Если это страх потерять молодого человека, То вам нужно понять, что через это проходят все, И что по-другому быть не могло. А если вы боитесь, что, значит, раскрылись слишком сильно, И что мужчина не оценит, то, опять-таки, Знаете, бояться встись, это совершенно бессмысленно. Вы уже раскрылись, и вы уже получили удовольствие. Вы получили опыт, это прекрасно. Если молодой человек не оценил вас, это его проблема. Ни в коем случае не нужно думать о себе хуже. Ни в коем случае не нужно думать, что вы ошиблись, Что вы сделали что-то не так и так далее. Не стоит, в общем, себя винить и думать, что все могло быть по-другому. Не могло быть все по-другому. Потому что и партнеров, и, значит, ну, партнеров сексуальных и прочих Человек выбирает, исходя из своего опыта. И только выбирая партнеров, только рискуя, только совершая ошибки, Человек может набраться опыта, чтобы выбирать партнера именно так, Чтобы он соответствовал вашим ожиданиям. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. Получилось уже много. Вы, самое главное, не волнуйтесь. Вы, самое главное, не переживайте. Самое главное, не пытайтесь как-то себя подавить. Потому что давление ни к чему хорошему не приведет. Вам важно быть естественной. Вам важно быть, ну, как бы, свободны в проявлении своих эмоций. Если вы чувствуете стеснение и скованность, то важно, чтобы молодой человек это видел. Важно, чтобы молодой человек предпринял какие-то попытки для того, чтобы вас от этого избавить. Я думаю, что со временем это у вас пройдет. Если же у вас есть ожидания от партнера, если вы эти ожидания, ну, как бы, сохраняете, если вы ими руководствовали, то вот здесь вам, конечно, придется, надо смотреть на вещи более реально и понимать, что к сексу мужчины относятся совсем не так. К сексу мужчины относятся совсем по-другому. Да и вообще, разные люди, два разных человека, два любых человека, к сексу относятся по-разному. И для каждого человека значение секса, оно свое. И если молодой человек не изменил после близости к вам отношения, очень может быть, что это не потому, что вы его не волнуете. Не потому, что он, например, вас не любит или наоборот стал вас меньше ценить. А может быть, потому, что сам секс для него настолько важен, как для вас. Но опять же, никто не запрещает вам донести до молодого человека то, чего бы вам хотелось бы получить в результате близости с ним. И то, что мужчина может, он вам даст. То, что может. Но то, чего не может, тут уж, как говорится, простить. Опять же, вопрос, готовы ли вы человека принять таким, какой он есть, как вы к нему относитесь. Если у вас любовь, насколько вы хорошо друг друга знаете. Все эти вопросы нужно было вам задать, чтобы лучше понимать картину происходящего. Но пока я думаю, что так. Если у вас какие-то вопросы остались, буду помочь, пишите в личку. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...